В Кирове продолжается ремонт дорог. Сегодня прошла приемка четырех участков улиц. Новое дорожное покрытие появилось в Садаковском на улице Молодежной, новой на улице Аэропорта и на участке от Победиловского тракта до Новоалихинского проезда. Кто принимает улицы после ремонта и долго ли они прослужат, выяснял Александр Бушмакин. Здесь ям очень много было, сильные колеи большие. А сейчас как? Сейчас хорошо. Да, конечно. Новому асфальту на улице Молодежной в Садаковском рады не только молодые мамы, но и местные детвора и автомобилисты. 494 метра улицы здесь отремонтировали по национальному проекту безопасные и качественные дороги. Стоит такая дорога более 7 миллионов рублей. Комиссия из представителей городской администрации и подрядчиков оценила проделанную работу. Процесс приемки происходит инструментальными замерами длин, ширин, продольных поперечных конов. По завершению берется врубка, образцы приводятся в нашу лабораторию, мы проверяем. Кроме этого заказчик проверяет независимые лаборатории. Разночтений по лабораториям нет. Качество устроено асфальтобусное покрытие, выполнено согласно всех требований. По словам Сергея Пикова, такая дорога прослужит 4 года. Ее основание сделано из щебня. Само покрытие – это два слоя асфальтобетона. На протяжении всего участка укреплены обочины и обустроены съезды. Подобный ремонт сделали на улице Новой, что тоже в Садаковском. Около километра дороги отремонтировали в Ленгасово на участке от Победиловского тракта до Новолихинского проезда. В Победилово на улице Аэропорт вместе с дорогой отремонтировали тротуары. На очереди и другие улицы. Всего в текущем году будет выполнено 45 участков уличной дорожной сети. В настоящее время отремонтировано и принято уже 17 объектов. 19 объектов уличной дорожной сети находятся в работе. Приоритетность у нас улиц, конечно же, определяется с учетом социально значимых объектов. Сейчас ведутся работы на улице Свободы и Воровского. По словам подрядчика, ремонт дорог в Кирове идет с опережением графика на три недели. И если погода не подведет, все объекты сдадут в срок. Александр Бушмакин, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Давича.